сын сынуля прости дорогой но ты не должен облажаться девчонка девчонка чего все в твоих руках рост и там я занимаюсь с 11 года и в двенадцатом году я выступила на первом чемпионате россии по кроссфиту и именно тогда у меня бы еще больше возник запал надо попробовать подготовиться к следующему году ну и до определенного периода с учетом моей работы я была там в десятке лучших атлетов россии нас прости пожалуйста неудобно у девушки спрашивать сколько ей лет но у спортсмена спросить сколько он весит это нормально вес как еще я 70 рост у меня сто шестьдесят семь лет у тебя сейчас 169 169 вес 62 с половиной нас я вот смотрю очень хорошие пропорции как специалист по бодибилдингу я вижу что хорошие бедра очень узкие колени очень узкие лодыжки тонкие кости широкие плечи это возможность выступать на высоком уровне по фитнесу бодибилдинг может быть бикини почему нет очень увлекающаяся личность если я занималась вот например я занималась баскетболом то я прям занималась баскетболом если я буду заниматься какие-нибудь но я не знаю чем боди фитнесом я буду прям воде фитнеса заниматься а моя работа сейчас к сожалению не позволяет мне углубляться во что-то иное кем ты работаешь налоговой инспекции а я не хотела подсвечить этот момент не хочу чтобы моя организация страдала от моей репутации молочи натворю знаешь как делается проходка на максимальный вес да да ну вот она как раз таки у нас первом задании мы за 15 минут доходим до максимального веса вот в этой связке вот сначала начинаем с пустого грифа и постепенно-постепенно какие бы у нас не были результаты мы всегда начинаем с пустого грифа там мало ли мы что-нибудь почувствуем что надо доразмяться вообще разминка кроссфитеров я не знаю насколько вот мне говорили тяжелоатлеты у них разминка почти ничего не занимает по времени ну то есть это обычно все равно работа с штангой с весами а у нас разминка занимает вот прям полчаса точно и может занимать больше потому что нам нужно там подготовить раздышаться там чтобы сердечко забилось там чтобы ничего не мешалось то есть нам и со штангой надо поработать и там на концепте погрести и но прям вот конкретно с потом зайти в тренировку что тоже был такой разгоряченный потный подготовленный к работе хорошей к тяжелой работе друзья мои я вас всех приветствую уже в эту субботу 5 сентября мы с вами увидимся в лужниках на москву фитнес-фест спортивном семейном празднике куда я собственно вас и приглашаю организаторы готовят для вас разные активности спортивные конкурсы зарубы ну и в том числе соревнования мы для вас проведем соревнования по кросс лифтингу это такой силовое функциональное многоборье и естественно штангисты штангисты тоже будут на этой площадке поднимать штангу тяжелую вот но не только будут поднимать штангу еще и у вас будет возможность с ними пообщаться вы увидите таких известных спортсменов как андрей арианов олимпийский чемпион истов олимпийский чемпион бронзовый призер олимпийских игр дмитрий лапиков чемпион европы по тяжелой атлетике игорь климанов я тут там немножечко с вами тоже посижу пообщаюсь будет такая встреча ну и конечно старший наш товарищ михаил кокляев тоже будет это будет 5 числа с 11 до часу в рамках такой дружеской встречи мы с вами пообщаемся в павильоне тяжелой атлетики но потом в течение часика еще фотографируемся все кого кому будет интересно ждем вас на потом начнутся соревнования соревнования по тяжелой атлетике будут проходить для детей и взрослых все уже зарегистрировались все уже готовятся разминаются поэтому ребятушки мы вас всех ждем надеюсь погода будет хорошая но настроение точно будет хорошее но сейчас немножечко для разогрева посмотрим видео с настей юрцом на канале который сейчас наверное самый активно развивающийся как тяжелоатлетический канал за что спасибо дмитрий шанки всем приятного просмотра и до скорой встречи перед тем как взяться за штангу и делать проходку сделаем небольшую разминку такой вот чтобы немножко разгорячиться мы сделаем три по три круга минута работа на байке прям просто минута работаем на байке крутим его делаем динамическую растяжку таких три раунда динамическую растяжку эти покажу просто отдельно не вроде не сложная должна быть тренировка ну разминка пойдем давай пошел он байк да я говорю что или сейчас на разминку сдохнет там предстоит еще тренировка на тренировку уже сил не хватит тренировка в кроссфите должна укладываться полтора-два часа разминка занимает из них где-то 30-40 минут ну как бы это безопасно зато тренировка становится безопасно там что травма на тренировке должны быть исключены так чтобы играть и притягивайте но чувствую если ты занимаешься с тренером и у тебя в тренировочном процессе присутствуют травмы и они часты блин меняйте тренера положение одну пяточку ставишь вторую пяточку ставишь таких четыре раза и выпад вперед хорошо на 5 хорошо начнем с пустого грифа связочку прям просто защищем 15 минут сейчас я поставлю таймер например надо и трачу 15 минут на одно упражнение вообще из своего плана поэтому меня тренировка состоит из четырех упражнений каждый по 15 минут примерно вот я час полтора трачу на тренировку и и и и и и и это чтобы не липло знаменитая крышечка девочек в принципе вот сейчас без когда уже будет чуть по кнопку больше можем делать подольше перелива еще очень часто ну кроссфитеров если они толкают в ножницы ножницы очень узкие вот у меня например наверное это связано с тем что изначально никто там тяжелкой не занимался сразу занялись кроссфитом и начали делать неправильно теперь переучиться крайне сложно длинная связка еще надо запомнить здесь не только тренировка мышц но и тренировка двигательных нейронов а также работа мозга есть задание в кроссфите где нужно на время сделать какой-то подход решить упражнение такой тоже есть да как шах боксинг есть шахматы партия я раундбокс вы кстати интересно движение для того чтобы но детей дети развивались она все-таки тому фп в кроссфите больше у детей ну и плюс такие вот навыки тренируется чтобы он еще мог стратегически мыслить потому что в принципе на соревнованиях и должны еще присутствовать стратегия ты забыла присед после церкви везде везде глаза везде глаза я забыла присед и на меня затянула компания атмосфера вот и заходишь в обычный зал там все-таки надменные что-то заняты собой заходишь в кроссфитерский зал и говорят привет давай тусоваться давай делать вместе тренировку ну и отношения ребят такое оно такое поддерживающее вдохновляющее даже человек который никогда не думал что он будет соревноваться придя в зал там первый раз в жизни там 30 лет говорит я хочу соревноваться то есть из-за атмосферы из-за атмосферы видите какие у нас гости и красивые и умные уникальный случай видно то что штангу немного спереди оставляешь поэтому при подъеме болит на носки но все впереди у меня есть чем поучиться а я я я столько энергии потратилось мне не в пустой на самом деле хорошо так что сейчас было не то я не уловил можно я скажу это бодибилдинг поражает мозг юрия начинает качаться во время толчка качает плечи молодец сын молодец это у нас семейная и вот так прозомбировали бедненького на эту тему на самом деле он просто тяжелее делает движение он делает жимовой шмот не включает ноги мы работаем чуть полегче чем он делает ну ничего можно сказать то что 8 для меня сегодня это максимум я очень не очень поэтому до солнца на этом весь меня тоже максимум для меня тоже максимум и даже делать но я надеюсь что сделаю нет если все делала кстати я бы делала стойку не сделала так а может все делаешь нет нужно изначально было разминать все это уже двигательная но на работ на какая-то вот активности нужно заново разбирать и делать все блин но я короче 70 сегодня сделала на разминке поступила мужчине тоже дошел до максимума сегодня в этой серочке 80 килограммов для престарелого окрас ветера неплохо чувствуется то что здесь я быстрее убиваюсь то есть первое упражнение уже умер реально умер чё ты сделал 80 с каким весом то будешь по ощущению делать связку наверно где-то 65-70 65-70 в принципе ты можешь даже увеличивать здесь почувствуешь что тебе там тип ты можешь еще увеличить на последнее повторение да 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 например два сделать можешь увеличить два сделать что может последний увеличить я сделала 60 это похоже что-то на просто процентовку весов у нас как бы до 7 8 70 80 процентов в чем разница вот то что ты например ты месяц назад поднял свой самый максимальный вес да ты знаешь что там он у тебя ну окей от там будем отталкиваться от сотки вот ты знаешь что он тебя сотка вот и ты такой вчера там не знаю поплавал сходил побегал там тяжело потренировался а сегодня у тебя тренировка со штангой где это должен делать 80 процентов но я не совсем этого понимаю то есть ты должен отталкиваться еще дополнительно от текущего самочувствия правильно мало ли ты еще болел да можем так такой фактор взять вот и то есть у тебя уже будет твоя твоя процентов кожи не актуально и ты же не будешь сегодня сначала проходить двое до максимума опять вот устанавливать максимум свой текущий сейчас мы делаем 5 подходов одну связку в три минуты мы с ним будем вместе делить три минуты вот то есть он может сделать там ее там за 10 секунд все остальные три минуты отдыхать будешь проводить 10 секунд до старта 5 один сделан все так тихонечко аккуратненько я сразу да это у некоторых атлетов осталась привычка карантин и кто дома штангу поднимал в квартире они теперь аккуратно аккуратно ставит это в том числе на самом деле очень много крысых клубов расположены в жилых домах и очень часто приходилось тренироваться поэтому аккуратничаешь и ставишь на сменного веса веса на один раунда до 3 минут на один раунд 15 минут тоже работы круга я со штангой мы работаем полчаса мне кстати в семье нет спортсменов все светлые спрашивай об этом ты энергию экономишь ты энергию экономишь когда опускаешь на грудь да то есть ты контролируешь и аккуратно кладешь ну следующий подход как бы не с мертвой точки по принципу информации то есть я понял родители говоришь о спортом не занимались нет у меня родители у меня единственный кто в семье занимается спортом этому настоящий муж а лично вот по моей линии ну как бы меня спортсменов не было но я почему-то прям с детства хотел заниматься спортом прям вот хотела у меня у родителей не было возможности подать меня там на секции на какие-то тем более что это возить вот маме это надо было и работать и возить меня нафиг это надо вот да еще и была одна такая причина весомая нельзя было заниматься вообще до 18 лет мне врачи запрещали вот потому что у меня был врожденный вывих бедра представляете вот но моя любимая бабушка мне всегда говорила бегай по ощущениям есть ты видишь если чувствуешь себя комфортно невольно бегай пожалуйста на здоровье каково она тренироваться девочек не но если девочек поднимают больше тебя конечно как-то неприятно поэтому приходится больше поднимать нашли эти к ширину пригласил следующие выпуски или зубков и девочки которые толкают нам по 180 я думаю что это быстрее приведет тебя результатов каждый четверг тяжелоатлетика дорога в мастера спорта пишитесь поставьте колокольчик и не пропустите самые интересные видосы большинство тяжелоатлетов есть такая фишка видимо они для себя вот вырабатывает какой-то вот стойку позицию но гуляют очень колени возможно там это из-за слабости или из-за неправильной работы каких-то мышц они не вовремя включаются но очень сильно гуляет колено вот два колена он делает такое круговое вращение это вообще очень опасно для состав такого не должно быть расскажешь свою пробу я устал я устал а все у нас закончилось а все установить а не комплекс легкотня 5 по 5 5 подумаешь подумай я пошел я уже что надо пружью тяга 3 по 5 с остановкой на полу то есть ну поставил обтянулся ну как обычно я делаю 4 подход с увеличением вес 4 подход с максимальным из этих трех на максимум повторов но уже без остановки на полу то есть коснулся выпрямился да где-то 70 80 процентов типа 70 75 80 у меня просто становая на раз 150 на и максимально но как бы с учитывая то что у меня был период отдыха я сделаю чуть поменьше похоже на пауэрлифтер пауэрлифтер скую тягу типа нас высоко я не знаю у меня вот толчковая становая тяга прям толчок только без подрыва обтягивать он прям вниз садится оттягивается от их получается стас ну и я также сверху поэтому у нас спина сильнее ног у нас в обоих тяга намного больше при себя у меня смутило то что наклоняюсь голову смотришь вниз и вперед штангисты чтобы держать вот этот когда положение выпрямляются натягиваться есть такой триггер я получила травму когда только начинала заниматься кроссфитом я сделал комплекс как он бог называется со становыми тягами 80 килограмм там тоже работаешь я короче аж в трех местах сорвала спину вот и и поняла что я слишком сильно задрала голову вот я просто все нагрузку пустила на шейные отделы было что-то нечто и теперь я вот это контролирую лучше я вот буду держать вот эту линию вот и только за счет лопаток можно ли твою жену назвать хрупкой женщины смотря в каком плане мы обидеть ее конечно можно но можно об этом пожалеть так что я думаю что они хрупкой но ты сама считаешься хрупкой хрупкой ну наверное нет но есть просто отличие просто есть характерные таких черты характера которыми ты обладаешь занимаясь спортом а есть твоя основная жизнь в которой себя ведешь совершенно по-другому ты же не можешь там как завоеватель себя вести на работе ты ведешь себя как нормальный обычный человек и конечно же хочется чтобы тебе относились как к обычному человеку к обычной женщине там и все поставил тепла расслабился да чтобы усложнять ну как тебе как мне дасти или как не тренировка не тренировкой прям такая видно то что кроссфитерская вынос на выносливость я вообще не выносливая общение не люблю не бегать не делать какие-то активные упражнения какие-то активные виды спорта то есть мне это вообще не мое меня легкие не выдержит и сердце сейчас сдохнет прям все пока какие были у тебя забавные случаи связанные с тем что это фильмы на люди не ожидают решим такое ну только если на работе у нас когда первый раз у меня послали как бы на соревнования на корпоративные ну и многие удивились да я между прочим там для своей компании заработала когда начала соревноваться заработала первый там кубок в истории поэтому а что среду это были там соревнования там по легкой атлетике вот такие вот соревнования просто как как готово там отжимания я тогда строгие отжимания просто от пола когда там 8 чем-то раз отжалась ну для корпоративных соревнований это много вот это и для меня много их не люблю эти отжимания просто пришлось вот объект 100 метров к ее очень люблю вот беги завоевала тоже медали в прыжки в песок ну такие дистанции китом эти она называется то тоже все больше по бегу она длина и стали видать очень плохо ну моя вообще комплекции я вздыхаю у меня мышц крупные потребление кислорода большое и поэтому мне сложно пробегать длинной дистанции не прям надо готовиться а я такая она крупноватая все-таки для таких санции я соточница вода туда это я люблю если неплохо бегала сотку но вот сейчас вот прям вот и вот сейчас на вскидку не скажу мозги вообще отказываться сейчас мы будем поднимать свой максимальный вес проходки кто-то взял чуть больше поднимать на максимальное количество повторений за раз нам нужно как можно больше повторений сделать не вот устраивает такой вес вес у нас по 110 команда 321 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я уже делаю как кроссфитер, без ног. Просто спиной, просто спиной. Нет, ну нормально, хват немножко отмер, хотя я разнохватом сделала. Это нормально точно у меня пальцы отмерять? Да. А еще бывает, знаешь, что? По-моему, тоже вот вообще вот так, как я сейчас делала, делать нельзя. Вот это вот запрещено в спорте. Это вот красота. Бывает такое, что ногти вырываем. Но тяжелоатлет, наверное, тоже нет? У меня ногти все вот сбежишь, потрепанные такие, поцарапанные. Ну вот такое, да, у меня. Да, я очень часто вырываю большой палец, прям он у меня прям кровит. По 10? По 10? Хорош! Ну, давай пятену. Я не хочу так тренироваться, это слишком тяжело. Ну, вообще, ребята, по-моему, уже тяжело. Эти кроссфитеры. Выносливые, сильные ребята. Посоревноваться можно. Мам написал, спина не будет болеть. Сторис увидела, как он тягу делал. Я говорю, будет. Будем лечить. Будем лечить. Сегодня массаж. Долго, когда пересидишь, потом вообще ничего не хочется. Мышцы наливаются, спать хочется. Вот, поэтому, ну, привычно, что между прям заданиями не очень большой перерыв. Так что, без там, без перекусов. Вот. Сейчас остался нам комплекс сделать. Мы сделали задание дня, почти все. Осталось сделать 5-6 раундов. Мы делаем. Там, мне придется поближе, чтобы... Да, наверное, мы на 5 раундах остановимся. Вот. Первое. Мы делаем 10 рывков гантели. Это первую минуту. Первую минуту мы делаем 10 рывков гантели. Вторую минуту мы делаем 8-10 отжиманий в стойке. Можешь выбрать, я даю тебе выбор. 8 или 10 будем делать отжиманий в стойке? Да, 8. 8. Это тяжело. Хорошо. Третью минуту мы делаем 10-12 пистолетиков. Знаешь, что такое пистолетики? Не знаю. Можно, можно, поменьше. 10. 10. 10 пистолетиков. Но, считай, 5-5 на однако... Ну, пока же новый. Четвертую минуту мы делаем 10-12 подтягиваний. Вот. Но, на самом деле, если чувствуешь, что ты укладываешься, можешь больше, можешь делать больше. У меня подтягивание это самое такое, слабое. Я тебя научу делать подтягивания. Ты будешь бутерплей? Да. А, ну, окей. Делал бутерплей. Отпытался, да. Можешь? Отлично. И пятая минута отдыха. Окей. 5 раунд. 25 минут работы. Дорогие друзья, в эту субботу пройдет фестиваль, где вы сможете попробовать себя в любых нормативах. Подтягивания, отжимания, присед и жим. И многое другое. Также я буду выступать в Рывкачах, где я попытаюсь порвать 100 килограмм. И вы сможете увидеть огромное количество спортсменов, атлетов или геттов. Таких, как Дмитрий Клоков, Дмитрий Перестов, Дмитрий Лапиков, Котляев Михаил и многие другие. Ход свободный, и вы сможете посмотреть все подробности в комментариях. Увидимся с вами в субботу в Лужниках. Сейчас попробую. В стойку же вам? Нормально. Такая хоп. Разминочка. Ты видел? Опа. Да это все технике. Сколько там? 20 килограмм. 20? Мне кажется, она ноги может оторвать. Володя, мы тебе не завидуем. Вот так каблучками и становятся. Вязочки-то ноги, нормально. Сделай как в руке, вот, с подсеркнуть. Не-не-не, Глок, давай поменьше. Ну, реально, 5 раундов человек никогда не делал кроссвит. Блядь, тебе легко говорить. Давай. У тебя тренер, Игерт. И что? Игерт увидит, скажет, что ты дришь. А ты как делаешь? Так это просто нужно выдернуть. Смотри, спиной ногами, больше даже ногами. Выкидываешь вверх. То есть твоя задача стартануть, а она сама вылетит. Вот возьми вот так. Ну, и вот так попробуй. Не разворачивай. Разворачивай вверх. Какая разница? Как ты развернешь? Тебе выкинуть ногами. Мне кажется, это даже полезно будет упражнение, чтобы в руке как раз контролировать вес и укреплять стабилизатор. Смотри, у тебя есть гимнастика? Есть. Желобетика? Есть. Что это? Я еще тайским боксером занимался и брейк-дансом. Мне этого экспириенс захватило, мне дальше не надо. Правда, не надо. Все, у меня конечная цель. Тяжелый атлетик, олимпийский помост. Все. Надо идти. А ты что, не слышал об этом? Не, не, хорошо сказал, олимпийский помост. Что, готовы? Давайте. Три, два, один. Поехали. 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 По сколько раз ты? Десять. А почему ты... А, все, ты ждешь, отдыхаешь. Жду следующую минуту. Дальше отжимания в стеке. Иди. Поехали. Ты по технике не умеешь когда помогать ногами? Ну это так, знаешь, как будто от безысходности. Знаешь, типа просто рефлекторно. Это как-то по вашему толчковой. То есть можно пожать, а можно подсесть. Тоже самая разница. Три, два, один. Поехали. Все, выгрызай. Не торопись. Угрызай ногу и... А, вот. Подтягивание. Три, два, один. Поехали. Есть поджарская нога. Да, можно с раскачкой, это нормально. Все, он мне два раза еще. Мне кажется, он на такую раскачку больше сил тратит. Организм просто вот почувствовал движение, и потом делать начинает лучше. Ты совсем не устал, тебе кажется. Зернец. Это тебе кажется, что я не устал. Как мощно. Это не мощно было? Три, два, один. 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 Я, кстати, очень редко потею, мне прям... Иногда мне говорят, что совсем не устала, а в душе просто сдохнула. Не знаю, почему-то не привыкла показывать эмоции, и даже под меня не подводит. У меня все, конечно, хрустит. Оно у меня вот здесь начинает бояться. Не надо туда продолжать. Я не буду. До конца. Хорош. Все, что ли? Весь живой? Пока что. Отлично, прекрасная работа. Настя, спасибо огромное. Классная тренировка. Спасибо. Ну-ка, поделитесь впечатлениями, каково оно. Тяжело и круто. Но они невозможны, правда? Да. Спасибо тебе большое. На самом деле, тоже есть чему поучиться. Я очень рада, что такая возможность есть. Поприсутствовать на тренировке с тяжелоатлетом, послушать комментарии, взять для себя на заметку что-то в технике. Спасибо тебе за выпуск. Настя, приглашаю тебя на свою тяжелоатлетическую тренировку по плану Владислава Давидовича Ригерта. Круто, я буду. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии, пишите письма. Мы на них обязательно ответим. И в следующих выпусках Алексей Ловчев и Олег Чен. Оставайтесь с нами. hertzу, наверное, на С망 Shannon . Фондю Олег Клаки associate с уш onboard объем идеи. И однокouslyнgovusson с репевчанием и предestic на психбалитическую процедентов.